Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Лев Николаевич Толстой. Именно таким учителем стала для нас Людмила Николаевна Букина. Наш классный руководитель, старший друг и наставник. Она из тех людей, кто не любит рассказывать о себе, поэтому сведения о ее детстве и юности мы собирали по крохам. Людмила Николаевна родилась в селент Новоспасское. Жила в поселении, где на постоянном проживании находилось всего несколько семей. Мама по профессии агроном-опытник, выращивала разные сорта овощей. Папа ушел на фронт с 10 класса, прошел всю войну, был контужен. Людмила Николаевна закончила школу в селе Починки, где мама работала на хозяйстве, принадлежащем конному заводу номер 23, построенному еще Екатериной Второй. Семья была образцовой, все имели образование, увлекались литературой. Семья и родственники – состоятельные люди, образованные, интересные личности. Мама вышла из семьи потомственных купцов, когда-то раскулаченных, а папина бабушка была фрейлиной в дворце царя в Петербурге. Училась Людмила Николаевна 11 лет, всегда хорошо, с интересом. Класс был дружный. Дома никто ее не подгонял, все понимали, надо учиться, получать образование. Поэтому детям предоставляли полную свободу, но слово родителей было законом. Влияние на выбор профессии оказала тетя Екатерина Викторовна, когда была первой учительницей маленькой Люды. До девятого класса классным руководителем был фронтовик, историк. Его жена – учителем немецкого языка, в войну была переводчиком. Потом Людмила Николаевна перешла в среднюю школу имени Горького, где работали учителя-фронтовики, интересные люди. В школе Людмила Николаевна была комсоргом, проводила много различных мероприятий, жили интересно. В школе, помимо общего образования, получали специальность киномеханика и тракториста-механизатора широкого профиля. После окончания школы в 1966 году поступила в институт на филологический факультет. Учиться было сложно, потому что в институте был целый выпуск из Арзамасской английской школы, где все предметы велись на английском языке, поэтому остальным приходилось работать очень много. В то время существовало положение, если доход в семье превышал 70 рублей на человека, то студенту не платили стипендию и не давали общежития. Только через два года, когда Людмила Николаевна зарекомендовала себя в институте, выступала за его честь в спортивных соревнованиях по легкой атлетике и за хорошую учебу, ей дали и стипендию, и общежитие. Общежитие было новое, коридорного типа. Жили веселой жизнью, успевали учиться, получать знания, отдыхать, гулять и влюбляться. По распределению Людмила Николаевна поехала в Иркутскую область, в Нижнелимский район, в Видимскую школу. Здесь она повстречала свою судьбу, Николая Александровича, как оказалось на всю оставшуюся жизнь. Николай Александрович, скажите, пожалуйста, почему вы обратили внимание именно на Людмилу Николаевну? Во-первых, ответственна была к работе. Очень ответственно было сказать. Всем интересовалось то, что для нее было Сибири, это что-то непонятно, пугали всегда их там, да, молодых, куда вы едете, да, и так далее. Но их-то после окончания Розуманского института, как она мне рассказала, многих отправили, группа целая была. Ну, многие, часть то осталась, а часть после года, Олега даже, по-моему, и не приступил, что уехали. А раньше было строго, если не приступили, же могли и диплом лишить. Так было раньше. То есть было распределение государственное и так далее. Ее отношение к работе, ее внешний вид, ее скорботливая, да, такая, наверное, трудолюбивая она была, работа. Надо сказать, ей класс достался очень тяжелый. Классы у нее были, ну, она была класс варкуриль, начиная с пятого класса. Это был самый тяжелый, да, класс, что вы знаете, посненачальный. Это когда не один класс, да, учитель, например, а когда приходит, да, пятый класс из тех, что начальных школ, чистая полярка, каймон. Их надо было создать педагогический коллектив, вот их, да, как у нас ставили. И она справлялась с своими задачами. Все. А в чисто человеческом плане кто для вас, Людмила Николаевна? Ну, как, Людмила Николаевна, супруга, жена моя, родная, мы друг друга любим, уважаем. Из тех, где нужно, я помогаю им. Я тоже педагог по профессии, я знал, что такое трудность, что такое приводство русского закономерного. Когда вечер приходилось, что сидеть и идут, проверять тетрадик. Так что хозяйские вопросы лежали. И лежат, и сейчас лежат на мне. Все делаем. А так больше будет. Тем более, сейчас, скажем, уже, конечно, каждый год попробуйте в областные классы. Идет ЕГЭ, и на басадский экзамен, который надо учеников готовить. По-моему, ученики успешно сдают. Какая Людмила Николаевна мама? Очень хорошая была мама. Ну, одним словом, хорошая, добросовая мама сказать. Мы воспитали двух своих. Одну дочь старшую и сын. Конечно, были трудности. Я был педагогом, работал. И она в школе работала. А тем более, я вам сказал, было две полных смены. Проблем было много. Но справлялись с удачей. Где-то кого-то просили. А потом, когда дочь подросла, она уже сидела. Бывали такие времена, что и брали их на педагогический совет. Сидеть было некому вечером. Сидели, мамы рядом. Вот такие были. Какой момент в жизни вашей семьи был наиболее сложным? Очень тяжелый был ее переезд. Для нее такая самая. Вот она вот здесь очень тяжело переезжала. Я как-то это быстро, спокойно все. Ну, если согласился, я пошел и стал работать. Но для нее-то, конечно, было другой педкорректив. Другой. Ну, первым был. Вот это она тяжело перенесла. Но потом, когда влилась, все это нормально. Мы же здесь уже больше живем, чем живем, что в Велиме. Там 17 лет. А вот, считайте, с 1987-го, сейчас сколько лет? Уже больше. По компании. Вот это самое главное было ее переезд. Она как-то оттяжела. А так все нормально. Какие семейные ценности унаследовали ваши дети? Унаследовали. Лена унаследовала все. Унаследовала закончила и Иркутский госуниверситет, и физический факультет закончила. Так, по направлению так же. Я закончил иностранно-физический, но диплом у меня преподаватель общетехнический диплом дополнительной физики. И она пошла к физике. И так она и научной работой в физике занимается. Николай Александрович, как Вы считаете, у Вас счастливая семья? Да, я считаю, у нас семья счастливая, дружная. Да, всегда друг другу помогаем. Вот, считайте, у нас свадьба была в Велиме. Это было 17 июня 1972 года. Вот с таки пор мы живем. А мы в Велиме. В Железногорск семья переехала в 1997 году в связи с переводом Николая Александровича на должность заведующего районным отделом народного образования. Здесь Людмила Николаевна начала профессиональную деятельность в средней общеобразовательной школе номер 3, где и работает по сей день. За полтора десятка лет она обучила русскому языку и литературе сотни ребят. Вот какие слова пишут они Людмиле Николаевне. Людмила Николаевна, простите меня за то, что я Вам, возможно, когда-то сделала. Простите за то, что я порой бываю резкой, за то, что я порой отвлекаюсь на Ваших уроках и за то, что мне неинтересно читать литературу по программе. Простите меня за все. Не считайте, что я подлизываюсь. Но я хочу Вам сказать, Людмила Николаевна, мы Вас любим, и я не ошибусь, если скажу это от имени всего класса. Возможно, кто-то любит Вас больше, кто-то меньше, но все вместе мы Вас очень любим. А знания, которые Вы нам даете, ценим на весь золото. И пусть мы сейчас пока еще очень глупые и пока еще маленькие, но года через 3-4, когда будем поступать в институты и университеты, мы поймем, по-настоящему поймем, как важны те знания, которые Вы уже несколько лет подряд пытаетесь вбить в наши не всегда умные головы. Я помню, как мы впервые решили прогулять урок русского, но уже одевшись, в последнюю минуту остановились, испугавшись Вашего гнева. Не знаю почему, но раньше Вы нам казались страшно строгой. Время прошло, мы изменились, а Вы остались все такой же. Вы волнуетесь за нас, радуетесь вместе с нами, переживаете за нас. И если ругаетесь на нас, то тоже любя, ведь и Вы нас тоже любите, признайтесь. А если не так, то почему Вы переживаете за нас? Почему Вы идете на разные уступки? И даже если это не любовь, то симпатия точно. Людмила Николаевна, Вы стали для нас с 5 класса вторым классным руководителем. Мы всегда с теплотой будем вспоминать Вас. С любовью, Аня Булгакова. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Пишет Вам Ваш бывший ученик, Завадский Женя. Большое Вам спасибо и низкий поклон за Ваши уроки русского и литературы. Учась в школе, я полностью не осознавал значимость русского и литературы. Я внутренне возмущался количеству работ, которые Вы задавали. В чем-то был с Вами не согласен. Считал, что Вы перегружаете наш класс. Сейчас я понял, что Вы, конечно же, были правы. При поступлении в институт мне не составило большого труда написать сочинение. Вы все делали правильно. Еще раз большое спасибо. Продолжайте и дальше так учить другие классы. Всего Вам наилучшего. До свидания. Завадский Евгений. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Хочу начать свое письмо с восхищения тем, что Вы, несмотря на тяжелое положение учителя в наше время, учите нас. Я не говорю точно, но, может быть, Вы не спите ночами, проверяя наши тетради и, возможно, переживая за наши оценки. Вы вносите такой большой вклад в душу всех учеников, особенно в мою, с моей точки зрения. Мне кажется, что Вы не должны трепать себе нервы, делая замечания. Лучше всего всех, кто отвлекается на уроки, сразу выгонять из кабинета. Тогда дети, которые хотят получать знания, получат все, что им положено. Вот, наверное, и все. Конечно, желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Воронина Катя. Уважаемая Людмила Николаевна, вот решил написать Вам письмо, поделиться мыслями, соображениями. Мыслей у меня, как обычно, немного, но зато надеюсь, что не глупых. И я постараюсь изложить их на этом листе бумаги. Хорошо все-таки, что китайцы изобрели бумагу, но на ней ведь еще учить писать надо. Не только грамотно, но и красиво излагать на ней свои мысли в письменной форме. Несомненно, Ваши уроки помогают нам и в том, и в другом. Но все-таки хочется сказать Вам большое спасибо за все, чему Вы научили нас. Как, например, посоветовали вести дневник. Я веду. Мне кажется, что моя письменная и устная речь стала более свободной и непринужденной. С уважением, Бураков Илья. Даже через многие годы после окончания школы выпускники с теплотой отзываются о своей учительнице. Здравствуйте, меня зовут Анна. У Людмилы Николаевны я училась с 5 класса, закончила школу в 2006 году. Благодаря ей, ну она, наверное, один из немногих людей, кто привил, мне привил любовь к чтению. Благодаря ей, благодаря ее страданиям и стараниям во многом, в свое время я поступила на факультет права социологии и средств массовой информации. Я была одна из немногих людей, кто на бюджетное место поступил на журфак. И впоследствии именно ее манера преподавать, ее манера общаться, наверное, она мне передалась в каком-то плане. Меня зовут Снежана. Мы учились вместе с Анной. Людмила Николаевна заполнилась как добрый, отзывчивый человек, который, несмотря на многие трудности, иногда даже материальные, помогала, прививала, занималась, вдалбливала, на что ей спасибо большое. И в будущем реально это все пригодилось. Благодаря ей получила бесплатно высшее образование. Один из критериев было. Уважает Людмила Николаевна и в педагогическом коллективе. О Букиной Людмиле Николаевне можно с уверенностью сказать, что это самый прекрасный, уникальный и добрый человек, с кем мне довелось встретиться. Ее отличают такие качества, как терпение, доброта, любовь к детям, оптимизм. Она очень стойкий и неунывающий человек. Любовь к жизни, стремление идти вперед отличают ее от всех. У каждого человека ведь в жизни бывают разные ситуации, с которыми нужно справляться. Но очень сильная духом, она со всем справляется, а также помогает и поддерживает других. Людмила Николаевна учитель от Бога. Она требовательна, но в то же время понимающий и справедливый педагог. В основе ее работы органичное сочетание традиционных и новых технологий обучения, направленных на развитие способностей каждого школьника, на формирование навыков учебного труда, прежде всего общения с книгой, на воспитание потребностей пополнять и обновлять свои знания. Надо ли говорить о том, что русский язык и литература далеко не самые легкие предметы, которые дети изучают в школе. Но в классах, где преподает Людмила Николаевна, эти предметы являются любимейшими, так как она умеет сделать каждый урок интересным. Людмила Николаевна является учителем не только для учеников, она стала учителем-наставником для многих педагогов нашей школы. Людмила Николаевна – самый классный, классный руководитель. Ей удается создать самый сплоченный и работоспособный классный коллектив. Она не только хороший наставник, но и самый настоящий друг. Ее чуткость, доброта и оптимизм, тонкое чувство юмора помогают ей нелегком, но прекрасном труде, воспитании человека, человека с большой буквы. Учитель, труд твой кропотливый, с каким трудом еще сравнить? Ты словно сеятель над Нивой, бесценный урожай растишь. Ты будто первооткрыватель, ведешь по жизни молодежь. Ты в тоннах знаний, как старатель, крупицу золота найдешь. Вполне возможно, что наш класс станет последним выпуском Людмила Николаевны. Она собирается уйти на заслуженный отдых. Ну, что можно сказать о Людмиле Николаевне? Это один из тех немногих педагогов, которые могут не только складываться в настоящий коллектив, но и создать там настолько дружественную атмосферу, что мы себя чувствовали как дома. Очень комфортная и миролюбивая атмосфера. С пятого класса я начала учиться у Людмилы Николаевны. Я никогда не встречала таких людей, как она. Людмила Николаевна, она очень добрая, хорошая, чуткая, отзывчивая. Она всегда может помочь нам в беде, если в каких-то сложных ситуациях, будь то проблемы в учебе или просто в жизни, мы всегда можем к ней обратиться, она нам поможет. В этой школе я пришла в саном классе и попала в класс у Букина Людмилы Николаевны. Сначала мне было очень сложно, но она мне помогла адаптироваться. Ну, кроме того, что это гениальный педагог, благодаря которому мы можем без труда сдать ЭГЭ, я думаю, мы это сделаем. Людмила Николаевна, она как вторая мама, то есть она всегда может нам помочь советом, поддержать добрые условия. Она очень добрая, отзывчивая женщина. Вообще, Людмила Николаевна отличается многим от других учителей. Она не умеет кричать, всегда на нашей стороне. У нее хороший метод воспитания, она нас воспитывает серьезными, умными, целеустремленными, ответственными. Людмила Николаевна очень хороший преподаватель. Она воспитывает своих учеников достойно. Я ей очень благодарна за те знания, которые она нам дает. За дополнительные занятия она тратит на нас свое свободное время. Она очень хороший педагог, потому что у нее хороший метод преподавания. И она хорошо умеет донести новый материал, хорошо умеет преподавать. То есть это все запоминается, понимается сразу и легко. Всегда рада всем помочь. Ну, это очень справедливый, добрый, отзывчивый человек. С Людмилой Николаевной я знаю, что ЭГЭ сдам. Жаль, что таких учителей, как Людмила Николаевна, очень мало. Учителей, которые становятся для своих учеников не только педагогами и наставниками, но и настоящими друзьями, мудрыми советчиками и огромной поддержкой в жизни. Для нашего класса Людмила Николаевна стала настоящей второй мамой, которой всегда можно прийти не только за помощью и советом, но и для того, чтобы просто пообщаться. Такой человек действительно становится дорогим сердцу. К нему хочется идти, у него хочется учиться. А это так важно для учителя. Дорогая Людмила Николаевна, огромное спасибо за все, что вы делаете для своих учеников, за знания, которые вы даете, за бесценные уроки жизни, за то, что вы учите нас не только русскому языку и литературе, но и будущему. Я думаю, что благодаря вам нам будет очень легко идти по жизни, справляясь со всеми трудностями. Я желаю вам прежде всего здоровья, долгих лет жизни, улыбаться чаще и много-много поводов для радости. Будьте самые счастливые и любимые! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok